Доброе утро, дорогие друзья. Не знаю кто как, а я обожаю праздник Суккот. Это мой любимый праздник. Семь дней такого веселья. Я вообще радость люблю, но праздник радости, когда еще и твои желания совпадают с предписаниями Бога, ну это потрясающе. Он сказал, надо эти дни радоваться. Еще Любович Леребе сказал, все говорят, что верят там или что-то, но если вы действительно верите, и верите в то, что Бог вам поможет. От чего на вашем лице тревога, от чего несчастье? Если вы верите, радуйтесь. Радуйтесь. Всевышний создал нас для удовольствия, написали мудрецы. У нас есть руки, ноги, глаза. Радуйся, проснулся утром, радуйся, что у тебя есть рука. Радуйся. Смотрите, есть люди, которые имеют все, и поверьте мне, я знаю самых-самых, и они недовольны, у них все, казалось бы. Есть другие, у которых совсем мало, и они радуются и счастливы. Надо научиться у себя вызывать мысль, я живу, это уже прекрасно то, что жизнь прекрасна. Вообще, если написали мудрецы, что есть еще очень серьезная болезнь в мире, которую не все определяют, она называется переживанием. Человек начинает переживать, а вдруг что-то произойдет завтра, а вдруг вот так будет, а вдруг... Написано это микроб. Отсутствие радости, это микроб. И надо понимать, что это такое же, как вот человек же борется с простудой. Вот отсутствие радости, с ним надо бороться еще быстрее. Ладно, мы ждем Суккот. Вот-вот-вот-вот. Мы ждем Суккот. Написано, что один из вариантов прихода Машеха, это Суккот. Но, кстати, значит, спрашивают одного человека, а ты веришь в приход Машеха? Он говорит, не знаю, в конец света так же и так далее. Он говорит, не знаю, как насчет верю, но я наблюдаю. Вы знаете, главный раввин был Израиля, такой Несим, он перевел Конституционный суд Равинский, простите, Конституционный Равинский суд, ближе к стене плача. Он говорил, что сейчас такая жизнь, что храмовая гора в наших руках. Она находится на территории Израиля, но мы можем только смотреть на нее, потому что мы не можем туда зайти. Это уже после того, как спустится третий храм и придет Бог. О чем здесь разговор? О том, что мы можем сделать то, что разрешено человеку. И мы уже очень много сделали, наверное, что не так, может, что так, но мы делали. Теперь осталось то, что должен сделать Бог. У нас есть предание, что третий храм будет построен самим Богом. И вот этого мы ждем. В том числе ждем это в Суккот. Суккот это вообще великие дни. Существуют святыни, которые, если смотреть на стороны, вроде бы ничем не отличаются. Но они предназначены для специальных целей, обрели особый статус. И вот к таким вещам относятся установленные праздники. Праздники, которые для человека непосвященного ничем не отличаются от будней. Однако это дни такие, которые требуют особого отношения. Суккот требует к себе особого отношения. Кстати, гематрия слова и трог, кто знает, составляет 610. Еще три растения, которые мы пользуемся, вместе с трогом, получается 613. Находясь в Суке, выполняем 613 заповедей. Ты зашел и уже все выполняешь. Вместе с обувью, со всем вместе. Вообще, о Суккоте говорит, радость о Суккоте, красота, об Итроге. Кстати, об этом. Рассказывают о одном Росе Ишиве, который все время учил Тору, Талмут. У него была дочка, особо не отличалась внешним видом. Отец хотел ее выдать замуж за парня, который учился в этом учебном заведении. Парень встретился с ней, но ничего не получилось, она ему не понравилась внешне. И он говорит, не очень красивая, да, отказ такой. И отец, когда ему рассказали это, он был страшно удивлен. Равин, он говорит, я не пойму, в Торе нигде не написано, ни в Шульхана Рухе не написано, что невеста должна быть красивой. Никакие указания я не нашел. Согласно Шульхана Руха, написано, что красивым должен быть и Титрог. Плот, на который мы благословляем, синагога, поступки человека. А что касается красоты невесты, я об этом не видел. Вот так люди иногда видят мир через призму Торы. Суккот это праздник радости и упования. Неделя праздника Суккот вещает себя, написанная в Кабале, все недели прошедшие с начала года. И питает весь мир и весь следующий год. Обратите внимание, Сука, крыша которой сделана так, что через неплотно уложенные ветви пробивается свет, является моделью идеального мира. Когда материя не скрывает, а пропускает свет. А лучи, благодаря тени, делаются только более ощутимыми и зримыми. И вот пропустить в мир присутствие Творца, присутствие духовности, дать ему войти и сделать материальные границы, материальные вот эти грани, и границы инструментом проявления бесконечного, вот это вот наша задача в Суккот. Суккот великий праздник, когда мы можем почувствовать свое единение с Богом. Попробуйте, зайдите в Суку, сядьте спокойно, отрешитесь от внешнего мира и увидите какой-то потрясающий праздник. Брахавы от Слаха, хорошего вам Суккота и вообще всего самого лучшего. Брахавы от Слаха.